Сегодня самая массовая экологическая акция на планете. Масштаб 175 стран и 7 тысяч городов. Час Земли объявлен и в Москве. Что сейчас происходит в нашей столице, расскажет наш корреспондент Иван Прозоров. Иван, добрый вечер. Вокруг вас так темно. Где вы находитесь? Екатерина, добрый вечер. Действительно, мы сейчас находимся на Васильевском спуске. За моей спиной Кремль, но это вряд ли заметно. Дело в том, что всю подсветку архитектурного ансамбля Московского Кремля полчаса назад отключили. Сейчас можно увидеть только знаменитые рубиновые звезды на Спасской башне и остальных. Они остались гореть, но можно сказать, что Москва в считанные минуты изменилась до неузнаваемости. Знаменитые, что называется, открыточные виды буквально растворились в темноте. Это и Лужники, и Новый Арбат, и Остангинская телебашня, и ВДНХ, и Красная площадь, Собор Василия Блаженова, ГУМ, столичная мэрия. Кстати, впервые погасили огни у Храма Христа Спасителя. Всего в общей сложности отключили свет больше 1700 других московских зданий. Нарядная, сверкающая огнями, Москва словно на миг замерла, чтобы перевести дыхание. В общем, зрелище завораживающее. И это тот самый случай, когда лучше один раз увидеть. Было объявлено, что программа будет масштабной. Какие еще акции проходят сегодня? Екатерина, кроме вот этой экологической акции, которую поддерживает вся планета, проходит велосипедный велопробег. Он стартовал на Васильевском спуске. И часть улиц из-за этого была перекрыта. Велосипедисты доехали до столичной мэрии. Велосипедный транспорт давно уже стал неотъемлемой частью столичного дорожного ландшафта. Это экологичный транспорт. Он абсолютно безопасный для окружающей среды. Несмотря на заморозки и непогоду, велосипедисты уже открыли этот велосипедист. Что же касается акции «Час Земли», это самая массовая экологическая акция на планете. Каждый год в ней принимает участие больше двух миллиардов человек со всего мира. Экологический марафон начали в Австралии и азиатских мегаполисах. Подсветка гаснет не только на знаменитых памятниках и известных зданиях в мире. Всемирный фонд и дикой природы призывает жителей планеты погасить свет в квартирах, отключить электроприборы и вообще научиться экономить электроэнергию, уменьшить вредные выбросы в атмосферу. Слоган этой компании «Меняй себя, а не планету». Россия участвует в этой акции 9-й год подряд. В этот раз это особенно символично, потому что 2017 год объявлен в нашей стране годом экологии. Поэтому возле стен Кремля прошла экологическая акция, такой флешмоб. Волонтеры фонда выложили число 60 из свечей и знак «плюс». Это значит, что заботиться о будущем планеты нужно не только в эти отведенные на акцию 60 минут. Но и давайте ознакомимся с реакцией людей, которые стали свидетелем того, как погасли стены Кремля. «Человеку становится плохо, вот внезапно. Вот что нам помогает? Нам помогает глоток воды и свежий воздух. Поэтому такой акции мы обращаем внимание на нашу землю, чтобы люди хотя бы чуть-чуть, немножечко подумали». «Надо заботиться не только о себе, но и думать о будущих поколениях. Все не бесконечно, и надо грамотно пользоваться, потому что ресурсы все-таки ограничены». Я гулял по Красной площади, и было очень интересно посмотреть на то, как выключили свет. Некоторые экологи считают, что час без света всего лишь раз в году, конечно, не решит всех глобальных проблем. Но на эту критику во Всемирном фонде «Дикой природы» отвечает. Акция носит символический характер. В первую очередь призвана, чтобы жители всех городов и всех стран мира в первую очередь подумали о проблемах глобального характера, о проблемах окружающей среды. Ну а что касается столичных огней, они снова засияют буквально с минуты на минуту ровно в 21.30 на площади возле столичной мэрии у памятника Юрию Долгорукому с помощью символического рубильника вновь будет дана подсветка к столичным зданиям. Екатерина. Спасибо. Наш корреспондент Иван Прозоров вместе со всеми отмечает час земли.